Сегодняшняя тема. Истории эти предупреждали о том, что может случиться с человеком в той или иной ситуации, поучали, отвлекали от унылой повседневности и тяжелого труда, то есть делали жизнь интереснее. Искоскотерапия базируется на этой многовековой народной мудрости. Автор методики Татьяна Зинкевич Евстигнеева, директор Института скоскотерапии, доктор психологии, член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, МАНЭП. Сегодня скоскотерапия применяется во многих психологических центрах Петербурга. Скоскотерапия – это способ оказания мягкой психологической помощи в противовес той, что действовала в психологической практике, подобно скальпелю хирурга, когда психолог говорил, «Ты живешь неправильно, вот твои ошибки, их следует исправить таким вот образом и начать жить по-другому». Далеко не все готовы к такому резкому повороту событий. Аскоскотерапия – мягкая, органичная психологическая техника, которая не сможет выбить у человека почву из-под ног. Сказка – не ложь, в ней – намек, который надо правильно понять и использовать. В каждом человеке живет уникальная сказка, отражающая его неповторимый внутренний мир, узор судьбы, узор, в котором зашифрована индивидуальная жизненная программа человека. В ее формировании участвуют сюжеты древних сказок. Они подсказывают человеку, какие испытания ему в жизни предстоят, как не попасть в ловушки, и мироставленные, какой опыт он приобретет в ходе их преодоления. Когда человек рассказывает свою историю, этот узор несложно прочитать. К психологу ведь приходит не от хорошей жизни, о нем вспоминают в драматической или даже трагической ситуации. Конечно, каждый считает, что она уникальна, но на самом деле уникальность заключается в декорациях, в событиях, но механизм возникновения и развития проблем чаще всего один и тот же. По рассказу пациента специалист определяет, в ловушку какого древнего сюжета он угодил, и как из нее выбраться. В старых сказках зашифровано много ценной информации для адаптации, самореализации человека, духовного развития. Помимо того, что в сказкотерапии много образов и красоты, в ней достаточно рационализма и математической логики. Сказкотерапевты считают, что сказки – это шифр, они адресованы не столько к сознанию, сколько к бессознательному, а точнее, к душе. Для взрослых и детей именно для них создавался этот метод изначально. Но постепенно возрастная шкала опускалась ниже, были созданы методики для работы и с подростками, и с малышами. Присутствие сказки в жизни детей естественно, это самый органичный способ обучения системе нравственных ценностей. Знания, поведенческие нормы легче всего передаются им через сказку. В ней всегда присутствует то, что принято называть моралью, а мы называем духовным содержанием. Именно сказка формирует у ребенка нравственный иммунитет, развивает эмоции. Если еще недавно мы были уверены в том, что для жизненного успеха необходим высокий IQ-интеллектуальный коэффициент, то сегодня уже доказано, что более важен IQ-эмоциональный коэффициент. В ходе исследований американские ученые продемонстрировали, что интеллектуальный уровень обеспечивает жизненный успех человека, его карьерный рост и успех в бизнесе на 20%, а на 80 культура выражения чувств, эмоций, поскольку именно они определяют качество взаимоотношений. И именно сказкотерапия позволяет ее развивать. Начинать рассказывать сказки ребенку надо, когда он еще в эмбриональном состоянии. Это должны быть особенные сказки, очень красивые. А с возрастом их надо уметь правильно подбирать нельзя ребенку трех лет рассказывать волшебные истории, больше подойдут сказки о животных, которые готовят к разным жизненным ситуациям. Очень важно их обсуждать, и родители должны этому учиться. Чем больше сказок ребенок знает, тем лучше сформирован его запас жизненной прочности на бессознательном уровне, он фактически владеет своеобразным «банком данных» жизненных ситуаций. На мосту сказкотерапия появилась, когда еще мало кто обращался к вере, ходил в храм, а сказкотерапия становится для многих первым шагом на этом пути. Потому что сказка, как и православное учение, несет в себе общечеловеческие ценности, добро, любовь, терпимость, милосердие, уважение. Один из принципов сказкотерапии – принцип постоянного моста между миром Яви, реальным, материальным миром и миром Нави, тонким, сказочным миром. Из мира Яви мы переходим в мир сказки, чтобы понять механизм возникновения и развития ситуации, а затем обязательно возвращаемся обратно и отвечаем на вопрос, как эти знания помогут нам в жизни. Конечно, нельзя относиться к сказочным сюжетам, как к постулату «человек – нелинейное существо». Поэтому в сказкотерапии не используется такой психологический термин, как «жизненный сценарий», вместо него – архетипичные сюжеты. Наиболее часто встречающиеся из них объединены в семь женских архетипичных сюжетов, семь мужских, семь сюжетов взаимоотношений. В жизни их, конечно, больше, но другие пока в пассивном состоянии. Женские истории Первый женский сюжет, можно сказать, базовый «пачерица» и «мачеха». В современном мире он трансформирован в ситуацию, в которой в жизни женщины существует человек, мачеха, создающий ей множество неудобств, относящийся к ней, как к пачерице. Это может быть авторитарный начальник или даже родная мама, муж-домостроевец. Основная «ловушка» этого сюжета, которая приводит к нарушению психологического равновесия и портит жизнь. Желание противостоять «мачехе», ссорится с ней, тот, кто может обойти эту ловушку, понимает, что «мачеха» – это социальный тренер, который не только формирует навыки выживания в сложном мире, но и трудолюбие, мастерство. Пачерица – не жертва, она – ученица. Когда она получит необходимый объем уроков, сюжет оказывается исчерпанным. Важно грамотно расставить акценты, чтобы избежать борьбы и затягивания, развязки. То есть нужно помочь женщине увидеть, чему этот конфликт с символической мачехой научил женщину, хоть это и непросто, потому что у пачерицы, как правило, слишком много гнева и обиды. Второй очень характерный для русской женщины сюжет – «Женщина-спасительница». Встречается в сказках, где женщина спасает заколдованного мужчину, финист Ясный Сокол, Снежная Королева. Мужчина слабый, а она взваливает его на себя и везет. Это ловушка сюжета. В сказках героиня не его спасает, а проходит собственный путь, получает опыт, необходимый ей самой. Да, ее ведет любовь, но она не забывает про себя и в пути приобретает новых друзей, получает новые впечатления, несмотря на то, что семь железных посохов снашивает, семь железных сапог стаптывает, красоту свою сохраняет. В жизни в процессе спасения мужа или ребенка женщина забывает о себе, потом ей становится горько и обидно от того, что они этого не ценят, а она уже стареет. Вытаскивая женщину из этой ловушки, ее надо научить жить собственной жизнью, а это бывает самым сложным, поскольку она уже не умеет этого делать. Сюжет «Красавица и хищник» описан, например, в красной шапочке, синей бороде. В этих сказках мужчина, животное, оборотень, хочет причинить женщине зло, ее предупреждают, что он опасен, но она не верит, и ей приходится его побеждать, в жизни, выгонять, уходить. Не правда ли, знакомый сюжет. Женское коварство, ситуации, в которых женщина оказалась между двух огней, мамой и мужем или подругами-завистницами и мужем. Ей тяжело разобраться, где правда, где ложь. В сюжете «Спящая красавица», как правило, прибывают юные девушки, которые ждут своего принца, но ходят в праздной суете однообразные не те. Ее задача – ждать и верить, как ассоль, но одна из ловушек этого сюжета – активный поиск. Представьте «Спящую красавицу», которая встает из хрустального гроба и ищет того, кто ее поцелует. Этот древний сюжет предполагает внешнюю пассивность и внутреннюю активность, женщина ждет и занимается собой. Разборчивая невеста – обратная ситуация, в которой женщина выбирает из множества поклонников, но боится ошибиться в выборе, придумывает им испытания. Отшельницы – самодостаточные женщины, для которых важно одиночество, установленный ими домашний уклад. Однако они не всегда понимают, как это одиночество ценно для них. Им хочется, чтобы у них было, как у всех, муж, дети, житейские неурядицы. Этим женщинам важно принять собственный ритм, уникальный древний сюжет, активный в их жизни. В этом случае, приходит и тот партнер, который способен понять, принять и оценить их по достоинству. Мечта о халяве или мастерстве. Многие уверены, что в сказке про Емелю отражается главная национальная мечта о русской халяве. С точки зрения сказкотерапии это распространенное заблуждение, совершенно неправильная трактовка этих образов. Сказки про Емелю или Ивана Дурака относятся к архетипичному сюжету, дорога к мастерству. Емеля – классический персонаж мастера. У него все настолько легко получается, что все делается само, ступаете сани в лес сами. Он не суетится и не делает лишних движений, но при этом все получается, равно как и у Ильи Муромца, его ресурс мастера тоже включается, когда это нужно. Иван Дурак учится и к нему все приходит. В американском фольклоре, кстати, тоже есть свой Иван Дурак, Форест Гам. Мужские сюжеты тоже узнаваемы, отчий дом, мужчина уходит на время из дома, чтобы вернуться главой семьи, спаситель, спасает другого, чтобы увеличить свою силу, самоутвердиться. Скрытые враги, должен пережить предательство, когда начинается сказка самостоятельно расшифровать сказку непросто. Например, истолковать выученную наизусть сказку о царевне лягушке, хочется, как осуществление мечты каждой некрасивой девушки превратиться в царевну. А психотерапевты говорят, что с ее помощью можно ответить на вопрос, почему в сказках все заканчивается свадьбой, а у нас после свадьбы, сказка только начинается. Кавычка точка. В настоящей сказке, где два главных героя, всегда две свадьбы, о Марье Маревне, о Елене Премудрой. Первая, социальная, формальная, потом герои теряют друг друга, ищут и в процессе поиска начинается их параллельный рост, движение к самим себе и навстречу друг к другу. Такое развитие отношений в жизни было бы полезным. Что касается женского пути в этой сказке, то здесь зашифрована информация о тонкости выбора партнера. Заколдованная отцом девушка, это детские комплексы и соответствующий им образ. С любимым человеком, Иван Царевичем, она преображается и никто ее не узнает. Главное, чтобы мужчина терпеливо относился к ее страхам, комплексам и не торопил события, иначе избранница просто испугается и убежит. Но главное в этой сказке это описание взаимоотношений героев после формальной свадьбы. Путь к подлинным отношениям начинается с того момента, когда Иван Царевич без спросу сжигает лягушачью кожу своей жены, психотерапевты, практикующие этот метод, утверждают, что в каждом человеке, живет, его сказка. Наверное, и правда, все мы склонны к их придумыванию, кто-то называет их мечтами, кто-то замками из песка, возможно, с одной стороны, это психотерапия, с другой, известно ведь, что мечтать опасно, мечтам свойственно сбываться. Как сделать так, чтобы следом за сказкой не пришло разочарование? Специалисты утверждают, что это просто. Когда мы говорим о том, что в основе мечты лежит мысль, а она материальна, это некрасивые слова. Действительно, все, что мы видим вокруг, стол, стул, телевизор, сначала было чей-то мыслью, родилось в воображении. Поэтому очень важна для человека дисциплина воображения, важны добрые метафоры, красивые образы. Тогда и мечты будут красивыми, конструктивными, и жизнь человека будет такой же, без больших разочарований. Сегодня много сказок вокруг, только успевай выбирать, сериалы, женские детективы, любовные романы, однако полезна лишь хорошая сказка, а не некачественная история с некрасивым образным рядом, кровавыми боевиками и триллерами, жуткими фильмами ужасов. Они в нашей жизни лишние. Ирина Боглякова